Регина, доктор. Я не люблю сладкое. Читает автор. Предисловие. Посвящается Ня-Няй и Татане. Бабушке и дедушке, которые подарили настоящее здоровое детство. Написать книгу про сладкое я хотела еще 7 лет назад, когда начала работать как диетолог. Тогда я поняла, что все-таки мешает пациентам получить результат. Меня зовут Регина. Я практикующий врач, терапевт, нефролог, диетолог. В своей работе я огромное внимание уделяю диетотерапии. Ко мне приходят люди не только снизить вес и научиться правильному питанию, но и лечиться. Как и в снижении веса, в лечебном питании встает один главный вопрос – соблюдение всех врачебных рекомендаций. Я за современную диетологию, где важно не просто дать человеку листок с рационом на завтрак, обед и ужин, но и сопроводить его на всех этапах реализации этого питания в его ежедневной жизни. Так вот, с каким бы вопросом человек не обращался к врачу-диетологу, он всегда столкнется с одной проблемой – с своими вкусовыми пристрастиями, зависимостями, привычками. И это главное, что будет тормозить его в достижении результатов. И если подходить к этому вопросу по старинке, не замечать наличие проблемы, сценарий известный, и каждый хоть раз донаблюдал такую ситуацию – хождение по кругу. Решила похудеть – не получилось, еще попытка, и так 10 лет подряд. А иногда вопрос изменения вкусовых привычек не просто необходим, он жизненно важен, особенно когда дело касается лечения реальных заболеваний. Так, лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта невозможно без смены рациона, без специального режима лечебного питания. Причем в большинстве случаев достаточно только диета-терапии, чтобы снять обострение без лекарств и препаратов. А если не уделить внимание питанию пациента, то и не будет эффекта от терапии таблетками, они просто не сработают. Сахарный диабет, заболеваемость которым растет с каждым днем, невозможно взять под контроль без смены пищевых привычек и образа жизни. В лечении любого заболевания найдется место диета-терапии, лечебному питанию. Но если бы все было так просто? Иногда даже диагноз, риски осложнений, прогнозы и последствия не заставляют человека менять свой образ жизни. Вот где вся сложность и актуальность вопроса. А почему? Да потому что любит, нравится, привык к своей любимой еде. И когда это не поддается контролю, когда нарушает физиологическое самочувствие, это и называется зависимость. Зависимость мешает достигать результатов, мешает вернуть любимую фигуру после родов, мешает выздороветь, мешает ходить без одышки. Понимаете, с чего нужно начинать? На сегодняшний день уровень развития диетологии, как науки, достаточно высок. И оказание современной диетологической помощи населению должно включать не только рекомендации, что есть, но и четкий план, как прийти к новому образу жизни, как изменить вкусовые привычки, как сделать так, чтобы мозг полюбил другие продукты. А еще желательно совмещение физиологии с психологией питания. И все это совершенно спокойно реализуемо и возможно, если взять под контроль самый сильный наркотик на планете – сахар. Что мешает вам похудеть? Что мешает соблюдать предписанный врачом план лечебного питания? Что мешает начать с понедельника? Не торопитесь отвечать лень. Хотя это первое, что приходит в голову. Смотрите на проблему шире. Вам мешают ваши привычки, ваша тяга, ваша любовь к сладкому. Если вы сейчас поняли, что именно наши якоря в виде пищевых привычек и предпочтений и тормозят нас, то самое время слушать мою аудиокнигу. Мой личный опыт по сладкому таков, что я с детства сладкоежка. Мучное, плохой аппетит, сладости от бабушки и дедушки – все это хорошенечко подкреплено эмоционально. Конечно, ведь воспоминания из детства самые-самые. Я не имела проблем с весом до первой беременности. Тогда я поняла, что такое пищевая зависимость и что она у меня есть. Именно в тот момент я снизила количество сахара в рационе и прошла весь этот путь с самого начала. Поэтому все, о чем я говорю, помимо теории, исследований, многолетней работы с пациентами, я знаю на своем опыте. И если раньше я могла съесть коробку конфет за один присест или употреблять любимые шоколадные батончики по несколько раз в день, то сегодня я могу сказать – я не люблю сладкое. И вас научу. Я хочу, чтобы эта книга помогла двум группам людей. Первая группа – люди, у которых есть лишний вес или даже хронические заболевания, но они не видят проблемы в этом. Возможно, это ваши родные и близкие, которых вы долго уговариваете начать правильно питаться. Да, это очень сложная аудитория, ведь они пока совсем не заинтересованы в проблеме и ее решении. Но, возможно, узнав про реальный вред нездорового питания, прослушав всего одну главу про эффекты сахара, они поймут, прочувствуют, задумаются. А некоторые из них даже попробуют применить методики и каждый день, убеждаясь, что это работает, начнут выздоравливать. Организм и самочувствие не обманешь. Мозг сам сделает выбор. Вторая группа – это люди, уже осознавшие всю тягость пищевой зависимости и готовые работать. Все, кто начал слушать аудиокнигу с надеждой и вектором изменить свой образ жизни, пищевые привычки и хочет сделать это максимально полезным и коротким путем, однозначно. Каждая глава этой книги для вас. Также я пишу с надеждой и верой, что моя книга поможет практикующим врачам, у которых просто не хватает времени, чтобы уделять внимание становлению здорового питания и образу жизни, чтобы в разы повысить эффективность терапии, будь то специальная схема лечебного питания, стационарное, поликлиническое лечение или профилактика заболеваний. Какова цель? Мы поняли, что к вопросу питания и становления новых привычек нужно подходить не поверхностно с вопросами «что же есть, чтобы похудеть?» или «что исключить?», а начинать с поиска первопричины этой проблемы. Вы сможете легко следовать любому принципу питания, если вас не будет тормозить тяга или пристрастие. То есть первое, что нужно сделать, это изменить существующие вкусовые привычки, изменить пищевое поведение. Неужели это возможно? Да, конечно. На этом этапе еще рано говорить о пищевой зависимости, но мы обязательно разберемся в этой теме. Сейчас важно понять, что если вы любите мучное и сладкое, то важно не запретить себе его, так как запреты – это ненадолго. Важно перестать любить сладкое. Так вот, наша главная цель, чтобы вы сказали «я не люблю сладкое», чтобы научили этому своих детей. Сменить позицию жертвы «мне сладкое нельзя» на выбор лидера «я сладкое не ем». Чувствуете? Разница принципиальная. Что тогда? Не имея якорей в виде неконтролируемой тяги к сладкому, вы становитесь независимы. Вы свободны в самой базовой и ежедневной потребности организма, в выборе пищевых предпочтений. И вот тогда любая ваша цель выздоровления организма, снижения веса или лечения заболеваний, а может быть просто профилактика, будет достигнута. Кому подходит? Все, что я знаю по этой теме, придумала не я. Методик очень много. Что-то уже используется в работающих отравительных государственных программах, что-то в психотерапии зависимости. Я дам совокупность знаний и методов, которые активно применяю в своей практике, полагаясь на восьмилетний опыт работы по изменению пищевого поведения у своих пациентов. Некоторые методы созданы и разработаны мной. Назовем это совокупной методикой с моим авторским изложением. Методика подходит всем, кто давно мечтает и хочет добиться своих целей в выздоровлении организма. Всем, кто понимает, как тяга к сладкому мешает жить. Пациентам, находящимся на диеты-терапии или режиме лечебного питания по состоянию здоровья. Всем взрослым с 14 лет, потому что для детей свои особенности и свои методики. Это связано с развитием и формированием головного мозга. А с точки зрения мозга, к 14 годам ребенок взрослый. Всем, кто хочет легко жить, питаться натуральной здоровой едой и понимает ценность профилактических мер. Есть лишь один момент, не прояснив который, нам не получится эффективно начать. Кому не подходит? Тем, кто не видит проблемы. На данный момент в мире работает самая известная методика терапии зависимости «12 шагов». Многие о ней слышали. В России эта программа звучит следующим образом. Шаг первый. Мы признали свое бессилие перед своей зависимостью. Признали, что наша жизнь стала неуправляемой. Основой каждого серьезного изменения в личности и поведении человека должна стать какая-либо базисная точка. Поэтому началом пути, первым шагом станет именно нахождение данной точки. Для того, чтобы построить всю следующую систему, необходимо признать первое положение. Если человек не признает факт бессилия своего «я», нельзя добиться от него в психотерапии базисной честности перед собой. Шаг второй. Мы пришли к убеждению, что только сила, более могущественная, чем наша собственная, может вернуть нам здравомыслие. Второй шаг данной программы вытекает из первого логически. Ведь если пагубные привычки сильнее, чем «я», то на физическом уровне «я» должно быть уничтожено. Но все равно «я» продолжает свое существование. Поэтому легко признать, что есть более могущественная сила, чем губительные вещества, чем собственное «я». Именно эта сила сможет вернуть эмоциональное здоровье и здравомыслие зависимому человеку. То есть второй шаг даст пациенту понять, что из тупика после уже сделанного первого шага есть выход. Шаг третий. Мы приняли решение препоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы его понимаем. Чтобы сделать третий шаг, могущественную силу человека нужно персонифицировать. Причем сделать это в максимально возможной проекции. Для каждого это будет что-то свое. Для человека с ориентацией мистической формы — астральная сущность. Для людей с натур философской ориентацией — какие-либо силы природы. Для человека религиозного — Бог в соответствии с его религией. Как только человек представит эту могущественную силу, он должен поручить свою жизнь ей, так как этой силе безразличны алкогольные напитки или наркотики. Развивая данную персонификацию, можно уже через суперэго трансформировать свои намерения. Шаг четвертый. Мы глубоко и бесстрашно исследовали себя с нравственной точки зрения. Четвертым шагом является реализация персонификации Бога в человеческом внутреннем мире. Так как по большей части наша точка зрения о нравственности является прерогативой суперэго. Если сместить позицию больного человека с эго на суперэго, то можно добиться произведения оценки прошлой жизни человека и вызвать в нем чувство вины. Но важно помнить, что это чувство вины нельзя оставлять во внутреннем мире. Шаг пятый. Мы признали перед Богом, собой или каким-либо другим человеком истинную природу наших заблуждений. Следующим шагом будет фиксирование чувства своей вины и ее превращение из внутреннего состояния во внешнее. Это делается для того, чтобы позже можно было использовать чувство своей вины для развития человеческой личности. На этом этапе обычно закрепляется печать человеческой вины именно на его прошлой жизни, а также выявляются псевдопричины и причины для того, чтобы объяснить, почему все было именно так, обнаружение ключа к неправильным поступкам, давний ход психотерапевтов. Шаг шестой. Мы полностью подготовились к тому, чтобы Бог избавил нас от всех этих дефектов характера. В работе психотерапевтов стадия подготовки так же значима, как и само действие. Если данная стадия будет проводиться достаточно хорошо, то эффективность и значимость действия будут обеспечены. Шаг семь. Мы смиренно просили его избавить нас от наших недостатков. Создаем основу для изменения себя. Начинаем процедуру по отбеливанию собственного «я». Как и предыдущая ступень, эта стадия должна быть представлена с максимально возможной проективностью. Только Бог, одно доверенное лицо и сам пациент знают, что и в какой степени нужно изменять в структуре «я». Энергия вины направляется на данные изменения. Шаг восьмой. Мы составили список всех тех людей, которым мы причинили зло, и преисполнились желанием возместить всем ущерб. Составляем полный список людей из тех, которым когда-либо мы причинили зло. Вырабатываем желание загладить перед всеми ними свою вину. Практическое действие, которое помогает реализовывать чувство вины по указанию с помощью актуального «я» высшей идентификации. Фактически реальная процедура по отбеливанию собственного «я». Шаг девятый. Мы напрямую возместили ущерб тем людям, кому это было возможно за исключением тех случаев, когда это могло навредить им или другим людям. Признание своей вины на предыдущей ступени может вызвать агрессию, которая будет направлена или на других ни в чем не повинных людей, или на самого себя. Если ту агрессию, которая появилась на восьмом шаге, оставить внутри человека, то возможен рецидив или же агрессия на самого себя. Именно поэтому на девятом шаге предлагается агрессию перевести в помощь другим. Впоследствии этот путь подробно описал в бихевиоральной терапии Гольдштейн «Поведенческие альтернативы агрессии». Шаг десятый. Мы продолжали самоанализ, и когда допускали ошибки, сразу признавали это. На данном этапе особенно важно продолжить самоанализ. По пройденному уже теперь пути вину трансформировать в агрессию, а агрессию – преобразование себя в помощь другим. Шаг одиннадцатый. Путем молитв и размышлений мы старались улучшить свой осознанный контакт с Богом. Как мы его понимали, молясь лишь о знании его воли, которую нам надлежит исполнить, и даровании силы для этого. Нужно продолжать взаимодействие с проекцией человеческого суперэго. Это даст предпосылки для дальнейшего совершенствования своего «я». Важно при этом помнить, что в действии трансформируются все указания от суперэго. Шаг двенадцатый. Достигнув духовного пробуждения в результате выполнения этих шагов, мы старались нести весть об этом другим зависимым и применять эти принципы во всех наших делах. Реабилитационная программа под названием «12 шагов» доступна абсолютно для любого человека. Нет ограничений по религиозным, социальным, интеллектуальным и возрастным критериям. С помощью данной программы у человека вырабатывается совершенно новая концепция своей прошлой зависимости. Он учится жить с этой зависимостью, контролируя себя полностью. Со временем человек переоценит себя, свои возможности и межличностные контакты. Человек не просто воздерживается от своей зависимости, а проходит социальный, духовный рост, поэтому ориентиры для достижения целей человеку даются в программе. Эта методика разработана и внедрена в стандарты многих реабилитационных центров для людей с алкогольной и наркотической зависимостью. Более того, она адаптируется под любую зависимость, в том числе и пищевую. Мы с вами будем часто обращаться к некоторым работающим шагам из этой программы, так как генез зависимости одинаковый и центр удовольствия в головном мозге один. Так вот, первый шаг в системе «12 шагов» — это признание бессилия перед своей зависимостью, это признание проблемы. Без этого шага система не работает и зависимых людей не берут на программу. Это единственное условие, необходимое для старта успешной работы. Поэтому и в нашей теме изменения пищевых привычек важно осознать, что проблема есть. Вы же понимаете, о чем я? Если кто-то из вашего окружения далек от здорового питания, не видит проблемы в своем лишнем весе, то сколько бы вы или кто-то другой его не уговаривали, сдвигов не будет, пока человек сам не увидит, не почувствует наличие проблемы. Он может с удовольствием накладывать по три ложки сахара в чай и не понимать, зачем вам все это. Он будет продолжать обедать в фастфуде, и вы не сможете его переубедить. Даже если это ваша мама, супруг, ребенок или другой близкий человек, без шага номер один ничего не сработает. Не тратьте энергию и время, начните с себя. И вот мы уже сделали первый шаг. Что нам поможет? Структурный тип мышления. Это ключ к победе, которым пользуются все успешные люди. От бизнес-тренеров до президентов. Почему, когда один человек начинает объяснять, все понятно, приятно служить, а когда выступает другой, хочется спать и сбежать с лекции? Кто-то рождается с таким мышлением, кто-то приобретает его в процессе правильного воспитания в детстве. Но, даже если человек не обладает таким типом мышления в настоящее время, в уже зрелом возрасте никогда не поздно начать. Лучшие высшие учебные заведения мира учат студентов, формируя структурный тип мышления. Все мои программы, мастер-классы и семинары я создаю именно по структурному принципу. Поэтому люди выходят с четким планом и ощущением, что теперь наконец-то все понятно. Успех моей первой книги «Здоровое питание в большом городе» именно в подаче. Я хочу, чтобы было понятно всем. Так вот, вернемся к сладкому. Хотите сформировать новые вкусовые привычки, новый образ жизни, жить без зависимостей? Нужна структура. Структурный тип мышления помогает выявить связь между фактами. Проще говоря, он описывается одной простой фразой «Разложить по полочкам». Самую сложную науку врачи вспомнят биологическую химию, можно легко понять, объяснить, если вынести все знания в структурный план. И каждому дать логическое объяснение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!